всем привет меня зовут алина и вы на моем канале в этом видео я вам покажу как связать вот такую собачку брелочек у меня на канале уже есть мастер-класс по таким брелочкам но там медвежонок этот мастер-класс будет связан точно по тому же мастер-классу как я вязала медвежонка только ушки и хвостик другой и поэтому я оставлю вам ссылку на мастер-класс как вяжется медвежонок вы сможете связать голову туловище ручки ножки и мордашку точно так же как я вязала для медвежонка а в этом видео я вам покажу как связать ушки хвостик и как уже собрать чтобы собрать уже детали все что было похоже на собачку вот я вязала еще вот такую собачку я пробовал связать из ангоры у меня есть еще такая серенькая пряжа я думаю свяжу еще серенького я вязала уже их несколько это у меня уже восьмой вот он стоит ждет одного я уже продала собачонка маленького вот такого они маленькие сантиметра восемь десять получается это все зависит от толщины вашей пряжи вот они маленькие интересные можно на рюкзачок на ключах вот они мне так висят в моем бутике интересно можно вот так в одежде делать можно однотонные я также на мастер-классе где я вязала брелочек я объясняла как связать чтобы он был в рубашечке также вяжется можно в юбочках если девочках вяжите девочек можно на голове при пришить цветочек или какой-то бусинку бантик чтобы более был похожи на девочку вот я решила попробовать однотонные у меня все остальные были вот в таких рубашечек разноцветных рубашечек у меня уже поступил заказ брат моего мужа заказал у него красная машина и он хочет чтобы он был светленький и в красной рубашке у него красная машина и также он хочет еще в подарок то есть люди уже начинают заказывать брелочки под под елочку можно так сказать на новый год как вы уже все знаете это следующий год это год собаки поэтому очень миленький интересные собачонки и я начну вязать и покажу вам вот у меня был маленький клубочек вот что у меня еще осталось я надеюсь мне хватит так вот у меня тут уже связаны все детали вот такая голова должна у вас получится потому мастер-классу туловище мордочка у меня мордочка тут будет беленькая ножки две штучки ножки и вот ручки верхние вот что у вас должно получиться из первого мастер-класса а теперь я вам покажу как связать вот такие ушки и хвостик у медвежонка там коротенький совсем маленький хвостик а собачки должен быть подлиннее они даже стоят самостоятельно не очень хочет в том мне немного шатается так так сейчас я возьму контрастную нить так приготовила я контрастную нить и я начну как всегда как я люблю начинать свое вязание с двух воздушных петель во вторую петлю от крючка вяжем 6 столбиков без накида 6 это первый ряд далее можете ставить контрастную нить можете маркетить но для мелких деталей лучше ниточку она не так мешает как маркера маркера более грубые поэтому вяжем второй ряд второй ряд вяжем так 1 столбик без накида в следующую петлю вяжем прибавку то сюда вяжем 2 столбика без накида и так нужно провязать до конца ряда 1 столбик без накида прибавка 1 столбик без накида прибавка в конце ряда должно получиться 9 столбиков без накида вяжем третий ряд третий ряд вяжем так 2 столбика без накида 1 следующую петлю 2 а в третью петлю нужно провязать прибавку вяжем дальше повторяем сначала два столбика без накида прибавка повторяем по три раза два столбика без накида прибавка теперь я вытаскиваю свою контрастную нить и прокладываю ее снова у нас в ряду сейчас 12 петель 12 столбиков без накида теперь нужно провязать 3 ряда без изменений то есть эти 12 петель по кругу нужно провязать 3 ряда без прибавлений просто вязать по кругу 3 рядочка итак я провязала 3 ряда без изменений вот 1 2 3 теперь будем делать убавки также можете прокладывать контрастную нить она не так легче я не буду ставить так вяжем дальше два столбика без накида 1 2 и убавка убавка незаметная дальше опять 1 2 убавка ну так можно три раза вяжем в обратную сторону 1 2 и последняя убавка следующий ряд вяжем 1 столбик без накида убавка 1 столбик без накида убавка 1 столбик без накида убавка и последний раз 1 столбик без накида и убавка я сразу протягиваю вот так делаю как соединительную петлю вытаскиваю нить обрезали и вытаскиваем кончик вот такое ушко должно получиться второе нужно провязать точно также как первое вот такие ушки должно получиться вот у нас две штучки ушек готова теперь нужно провязать хвостик хвостик смотрите сами зависит от толщины пряжи если ниточка достаточно толстенькая то нужно провязать меньше петель вот у меня тут связано 5 петель в кругу если ниточка под тоньше то нужно провязать 6 петель но это уже зависимости от какого хвостика вы желаете длиннее короче толще все на вашу смотреть также я вяжу две воздушные петли и вяжем во вторую от крючка 6 но я буду провязывать 5 1 2 3 4 5 так как у меня эта ниточка достаточно плотная и не я не хочу чтобы он был громоздкий хвостик а такой потоньше брелочек маленький аккуратные и чтобы хвостик не был большой далее нужно провязать по кругу вот этих 5 петель без изменения до желаемой длины которые вы желаете чтобы был хвостик просто провязать по кругу 5 петелечек я даже не считаю сколько рядов примерно у меня два три четыре тоже я когда провязываю прикладываю к собачки и решаю насколько на длинный будет хвостик очень неудобно и провязывать можете взять поменьше крючок для удобства я еще так делала вот у меня это двоечка можно взять 177 75 вот у меня сколько получил раз два три да вот три рядочка я не больше дело также отрезаем нить чтобы можно было потом пришить собачку вот такой малюсенький хвостик получается теперь будем пришивать детали так крючок и пряжа нам уже не понадобится теперь будем пришивать детали у меня это нитка вдеватель страшненький уже такой муж уже его переделал несколько раз уже постоянно обрывается некачественные такие иголочка широким ушком но у меня это простая иголочка широким ушком уже кривая у меня так и вот я не знаю думаю каким цветом оформить мордочку вот эта мордашка формула вот этой пряжи это какая-то крил у нас какой-то я покупала тоже давно и я раньше оформляла вот из такой же пряжи это у нас картопа тоже или ярнар тоже не помню большинство я вот этим цветом оформляю так как у нас вот этот цвет поярче я думала что вот этот цвет потеряется как-то или будет наоборот красивее это будет слишком темный так пока я думаю начнем привязывать мордочку так ну сюда иголочку не потерять так берем мордочку понадобится еще не я взяла вот такую спицу чтобы затолкнуть немножко синтепона в мордочку так иголочку чтобы низ вот тут выглядел более ровный чтобы не было видно вот вот этого кончика я вот иголку просто так и один раз продеваю то есть выравниваю низ прикладываю к голове вот так придерживаю пальчиком и начиная от сначала вот эту часть пришивать вот так не до конца где-то половинку нужно пришить чтобы можно было засунуть немного синтепона я не сильно набиваю но немножко придаю форму чтобы она была немножко выпуклая вот такими простыми стежочками по кругу так теперь немного на этой стороне захватываю ниточку на мордочке ниточку на голове принципе как это я делаю я тоже показывала в первом мастер-классе вот она немного пришита тут остается как кармашек сюда нужно немножко синтепона вставить совсем немного я его вот так спицей этой заталкиваю аккуратненько так чтобы не было видно вот у меня люди приходили которые женщина одна вяжет тоже игрушки и она набивает ватой ну для садика она делает вот эти кукольный театр которые я уже рассказывала что на глазки хочет у меня купить и ну я не понимаю как можно игрушку набить ватом и уж потом даже не постепенно стираешь ничего так вот набили и пришиваем дальше мордочку к голове я сняла мастер-класс по собачке большего размера кому интересно я оставлю ссылку переходите и вяжите обязательно так когда обрезаем нужно немного ее натянуть так чтобы кончика не было видно так вытаскиваем эту белую ниточку и я все таки решила что я сделаю все таки вот этим поярче так как этот потолще пряжа и для бровей она будет грубоватой поэтому я все таки решилась связать вот этой вышить носик носик также можно вставить у кого есть пластмассовые покупные либо клеить кому как нравится то же самое глазки если у кого-то нету глазок таких на безопасном креплении то можете таки я ниточку ставлю вдвое так и вот продеваю снизу и вывожу ниточку вот сюда протягиваю так чтобы не было видно кончиков выравниваю чтобы они были ровненькие вот так и вот так будем вышивать носик немного затягиваю чтобы красиво было я сначала делаю контур носик а потом его заполняю вот так я делала брелочки и с покупными носиками ну как то ту черные ту черные и темноватый получается не такое яркое лицо мордочка мордочка не такая яркая выразительная получается мордочка у них поэтому мне больше нравится когда носик вышитый так по нескольку раз пока не заполним красиво носик так тут неудобно ну примерно вот такой носик должен получиться теперь вот ниточку я продеваю сюда и будем оформлять ему ротик вот что вышли вот сюда опять вот сюда и вот сюда нужно выйти можно так оставить то как желает можно так сделать так как я что был ротик кому как нравится вот так и я уже отсюда выхожу прямо сюда к брове бровки я вышиваю в одну нить поэтому сейчас нужно обрезать одну ниточку также я немного ее натягиваю вот теперь у меня нить в одну и бровки сами смотрите побольше поменьше коротенькие ну это как бы девочка получается такой яркий цвет я не буду делать длинненький буду делать покороче вот такая также нужно посмотреть чтобы они получились симметрично мне всегда неровные какие-то получаются и выводить ниточку нужно в каком-то другом месте немного затянуть и еще раз я сюда же завожу и опять же в другую сторону можно вот аж сюда завести и я тут вот так могу вот так закрепить тут все равно ничего не будет видно так как будем пришивать к туловище затянули и обрезали кончик этот можно спрятать вовнутрь вот такая мордашка так теперь нужно пришить ушки берем ушки так немножко порядок чтобы не мешало не было личного в кадре так ниточку и я вот эту детальку прошиваю вот эти две стороны пришиваю вот так два-три стежочка чтобы закрыть вот эту дырочку и берем ушко и прикладываем тут тоже самое можете смотреть выше ниже сбоку чуть ближе как желаете можно оформить от оформления ушек тоже зависит как выйдет мордашечка вот я прикладываю и вот так один стежочек на голове и один на ушко тоже два-три стежочка не больше и вывожу нить в другую сторону я вывожу туда-сюда чтобы нить лучше закрепилась на голове и чтобы она не вылазила также чтобы ушки не торчали вот так у меня есть некоторые собачки которые я не не пришила вот так ушки чтобы они вниз стояли они вот так торчат и на ней говорят о это зайчики я говорю нет это собачка и если вы желаете чтобы они так торчали ну тоже интересно мне нравится то можете так оставить просто нить обрезать а для того чтобы они немножко вот так к голове прижались я вывожу иголку вот сюда немного чуть ниже ушка ну вот мы пришивали тут а теперь вот тут так один стежочек чтобы закрепить ушко к голове вот видите она уже не отопыривается вот так вверх она держится затянули чуть-чуть и также закрепить нить чтобы она не вылазила несколько стежочков так по голове туда-сюда так вот этот хвостик обрежем и так же нужно пришивать второе ушко так же я складываю прикладываем прикладываем к голове вот так смотреть чтобы было симметрично я хорошо пришиваю надежно так как я не знаю кому в руки эти игрушки попадут маленьким детям взрослым детям или вообще взрослым людям и я всегда очень хорошо стараюсь пришить качественно чтобы потом клиент не пришел и не сказал что оно отвалилось ушко или ножка или еще что-то вот мордашка готова голова у нас теперь мы будем ее пришивать к туловище так же один стежочек на голове вот так я вставлю и придерживаю голову и туловище и вот так стежочек на туловище и стежочек на голове тоже нужно хорошо затянуть чтоб голова не болтала сильно вот еще чуть-чуть вот так немного затянем видите голова не болтается значит все хорошо можем закрепить ниточку в туловище где-нибудь тоже так же нужно сделать несколько стежочков чтобы потом голова не расшаталась и обрезаем ниточку ну в принципе дальше вы знаете как пришивать все детали по мастер-классу брелло сочетки дальше пришиваете все детали сами я покажу какая у меня собачка получилась вот такая собачка у меня получилась я надеюсь у вас получилась такая же милая собачка хвостик вот я пришила решил попробовать пришить тут у меня вот такая такой цветочек цветочек пластмассовой это пуговка очень маленький у меня их много я их заказала также на китайском сайте вот решила немного изменить оформление также можете повесить кулончики какие-нибудь ошейнички связать им сделать очень красиво тоже будет смотреться у меня есть вот такие маленькие бубенчики и их тоже очень много я еще ни разу их нигде не использовала вот такая малюсенькая дырочка у них есть очень маленькие видите также можно использовать у них на шее для них я думаю даже достаточно на ниточку повесить или пришить как-нибудь будет интересно тоже вот я пришила вот такую пуговку цветочек на камеру не так ярко выглядит она оранжевого цвета можно еще сделать при желании утяжку на глазах чуть-чуть стянуть вот я на этой собачке сделала утяжку видите тут глаза подальше а тут вот так чуть-чуть это тоже при желании тут я не делала утяжку вот такие у меня собачки получились красивые яркие очень такой интересный подарок новому году я наверное буду вязать тоже и дырить учителя такие собачки маленькие и вот так я надеюсь у вас все получилось подписывайтесь на мой канал хочу попросить кому не сложно поддержать мой канал так как он существует уже больше года весной уже будет два года но на моем канале почему-то нету подписчиков я не знаю почему может потому что я очень редко снимаю видео или потому что у меня нету в кадре но быть часто в кадре у меня не получается потому что кто-то знает кто-то нет у меня свой бутик вот где я выставляю свои работы и очень много времени занимает вязание я всегда вяжу на работе я вяжу прихожу домой опять быстро что-то покушаю и вяжу потом варю кушать или сначала варю кушать а потом вяжу я всегда вяжу я еду в село к родителям я и там вяжу у меня нету свободного времени мне очень сложно сесть перед кадром это нужно красиво расчесаться он накрасится настроиться поэтому мне не хватает времени на всего этого и я буду стараться снимать видео хотя бы раз в две недели то есть в месяц чтобы на моем канале выходило по два видео за месяц может получится и чаще и я хотел бы попросить кому не сложно ставьте лайки подписывайтесь на канал спасибо тем кто меня смотрит знаю меня смотрит несколько блогеров спасибо всем спасибо даре она смотрит мой канал она также начала вязать игрушки даре тебе привет спасибо что ты смотришь мой канал я также смотрю твой канал у нее ник на канале мама вяжет на ютубе и я часто смотрю все каналы особенно те которые игрушки вяжут и даже не игрушки тоже алина вяжет я тоже смотрю валентина самсоникова я тоже обязательно смотрю так как она из моего же города я ее знаю лично и вот такая у меня просьба будет у вас если не сложно поддержите меня у меня будет стимул почаще снимать видео и показать вам новые мастер-классы по игрушкам или по какому-то изделию я всегда стараюсь сразу отвечать на ваши комментарии и моя камера надеюсь не бросить меня скоро так как она меня что-то последнее время начало барахлить не очень качественно снимать видео немножко как-то подустала она сейчас в поиске новой камеры надеюсь что найду если вы знаете какую-то камеру хорошего качества вот я смотрю даже на алиэкспресс смотрю сейчас камеру и если кто-то знает на этом сайте какую-то хорошую камеру буду очень благодарна если вы мне оставите ссылку под этим видео и возможно скоро у меня будет хорошая новая камера и буду снимать новые хорошие качественные видео на этом все спасибо за внимание ставьте лайки подписывайтесь на мой канал пока пока